Слышите, какая тишина. Только птички поют, и собака где-то лает. И машинка стиральная стирает. Уже одну партию я вон сейчас повешу. Ну вот, машина зашумела. Весь кайф испортила. Да, доброе утро, мои дорогие. Доброе такое, хорошее, тихое утро. Да, кто мне писал, что у меня акация засохла? Да, ничего, она не засохла. Просто она позже всего листья дает. И цветет довольно-таки поздно. Она называется Ленкаранская акация. Ленкарань – это область или город, не помню я. Вот так хорошо утро начинается. Ну ладно, лишь бы так хорошо все и продолжалось. Ну вот, так начинается мое утро. Мои все спят. Время полседьмого. А я вазончик крашу. Куда-то мою кисточку задевали хорошую, а эта такая жесткая. Брызгается и вообще неудобно. Саша у меня. Теперь зимой, когда буду, ну, выдирать все зеленое, убирать буду, найду много чего. Все в зелень. Где-то. Так, ну ладно, я буду красить. Тут много работы. Докрасила я свой вазон. Саша проснулся с Костей вон там на кухне. Что-то намывает. Ой, ну вот гранатик цветет. Все новые и новые появляются. И это хорошо. О, на вишню-то сколько. Ой, вкусное, но для меня кислое. Ой, я поэтому черешню как-то больше люблю. Вон они, орешки. Прилично. Много их, в общем. Сколько мешков. Ну, какой-то некрасивый серого цвета. Бывает красивее. Навалено дров. Напилили. Ну вот, покрасила. Пусть сохнет. Долго так красить. Вот эти складки всякие. Еще не везде и маленькая кисточка достает. Прям долго. Долго. Трудоголик проснулся. Перфекционист. Чтобы все было, как надо, чисто. Он с детства такой. Вчера вечером вот начала делать. Будет. Вот такой сатуар будет. Очень хорошая вот эта штучка. Прям она мне так нравится. Ну, не знаю, сколько буду делать. Времени нет. Помидоры. Все под контролем у парня. Сходил, маму разбудил. Нечего спать. Когда он уже проснулся. Вот, девочки, вот так цветет зизифус. Вот такими маленькими цветочками. А это богомол маленький. Ох, и сейчас столько бегает. За лето вырастут, будут такие лошади. Сейчас пока махненькие, шустрые. Почему они потом, когда вырастают, становятся такие мелкие, ну, медленные. А тут это он замер, думает это самое, что он спрятался от меня. Вот такие вот цветочки. Желтенькие маленькие. Вот. Кстати, кто не знает... Ой, ну еще один богомол. Вот еще один. Ой, ой, ой. Кто не знает, у китайцев зизифус входит в пятерку полезных и лечебных ягод. Это очень полезное растение для здоровья. Просто кладезь всего. И вот такое вот скромненькое цветение у него. Вот. Кому интересно, почитайте в интернете про зизифус. Вот видите, сколько людей стало ездить. Народ приезжает. Автобус пришел на 15 минут позже, чем нужно. Я уже хотела домой возвращаться. Старый автобус ломается постоянно. Да и вообще. Хотят, едут. Хотят, не едут. Была я у нотариуса по своим наследным делам. Мне же надо все до конца дотянуть. Ну, такой человек. Уже это не исправить. Вон, видите, какая грязь-то от вкусных ягодок. Это еще только-только зреть начали. Высокое очень, не сорвать. Вон, какое высоченное. А потом будет вообще прям черное все. Вот, девчонки, вот что хочешь делай. Хочу селедки. Хоть кусочек маленький. Сейчас пойду в яблоко зайду, посмотрю, что там есть. Ну, не могу. Сознание теряю. Главное, ничего-то, никакой-то там рыбы. А вот прям хочу селедки. Вчера еще пюре Саша просил вечером. Вот я чистила картошку вот эту, вот варила пюре. А сама понимаю, что я сейчас бы съела прям кусок селедки с пюрешечкой. Ой! Вот так вот. Ну, ладно, документы у меня завтра будут готовы. Приеду, заберу, оплачу. Вообще, на удивление, быстро. Очереди никакой не было. девушка вышла, я зашла. Все цветет. Красота. И вишни висят над дорогой. Да? Здорово. Уже пообдирали, наверное. Ну, а и тут опять тоже. Уже обудренно. Отдыхающие. И эти абрикосы. Ну, такие вот дикие. Там вот дальше по улице. Их обдирают, они еще не созреют. Ну, я понимаю, да, когда ты приехал откуда-нибудь, ну, не знаю, там. Ну, с Челябинска еще откуда-то. А тут абрикосы над головой висят. Все понятно. Ой, а мне звонила зрительница из Вологды. Прям говар Вологодской. Пришлет мне на переделку украшения. очень приятно, что такую даль люди знают. Яблочки висят. Люди знают и обращаются. Очень приятно. Значит, получим, переделаем и отправим. Ой, пахнет выпечкой. я с утра еще не ела ничего. А так нельзя. А время уже 12 часов. Сказано, сделано селедка натуральная с маринованным луком. Ой, девчонки, смотрите, молоко в каких стало, как раньше. я не видела еще ни разу в таких упаковочках. Ну, ладно, надо звонить в такси. Тут тоже навалом такси, но они гораздо дороже берут. Трава, нибудь, где-нибудь горит. Едут в машине, бычки бросают на обочину, все сухое. и полыхает потом. Жду Толика. Сейчас, говорит, через минуту приеду. Крышу меняют, видимо, на старом домике. меняют машины, как перчатки. Не узнала, богатым будешь. Привет. А я ж не помню. Привет. Проснулись. Смотрите, вон Таня пересадил, а он зацвел маленькой. И сразу четыре цветка еще будут. Наверное, на ресурсах на остатках вести. Ага. Так бы не зацвел. Уснул прям с грязными ногами. Разрелся весь. Я говорю, ложись, ложись. Бросила все дела. Пошла спать укладывать. Сейчас перекурю и сяду. Дырявит дом, сын-то. Дырявит, да что, какие дырки-то делает. дырки-то. Ну все уже пенопласт. Так, я думаю, наверное, что он же излучился соответствующий. Более того, скажу, ветерок под пенопластом будет. Вентиляция? Вот так. Давайте тебе. Так. Видите, что творится в доме? Ой, надо поснимать Аленкины. Огром. Качались в кровати. Посмотрите, купил вот такие штучки. Уголочки такие. Вот. И все как тут. Тут завитушки и тут завитушки. Мои дорогие, закончила еще одну кашпо. А у меня там длинные листья, тут короткие. Вот так. Ну как? мне нравится. Яркое. С золотом. Только позавчера убрали кучу тут. Танюш опять накопала. Гляньте, тут порасчистила. Так, мне надо там, кстати, посадить на цемент кирпичик гляньте. Сейчас передохну. Гляньте, а эти-то маленькие-то порасцветали как желтенькими, прям желтенькими. никак мы не доделаем эти грядки. Вон как цветочек-то, гляньте, прям какой красивый-то. Ой, очень он мне нравится. Никак не хотели цвести, ничего-то, никак. Ничего, вон дело пошло. Трава прет, господи. Сколько? Две недели назад Витя все это дело скосил. Опять все прет. И эти вот розочки расцвели. Тоже не все, но цветут. Короче говоря, все цветет. Красота. А эти уже надо обрезать. Все отцвели. Жди теперь, когда они опять цветут. Эти уже не успели распуститься уже какие-то квелые. Квелые. парни нужна помощь. И откликнулся один Саша трехлетний. Что опять? опять? Опять нужна помощь. Что опять? Что опять? Помощь идет. заяки мои, я сегодня с вами прощаюсь, не дождавшись вечера. Потому что ни одного видео сегодня не выкладывала. Работала, короче говоря. Весь день. ну, я думаю, что вы на меня не обидитесь. Ладно, давайте мои золотые. Давайте до завтра. Так понагибалась с этим кашпо, что сейчас так болит спина, прям такое желание пойти и лечь. Вытянуться на полчасика. Давайте мои золотые, пусть у вас все будет хорошо. Хорошего вам вечера, спокойной ночи, здоровья самое главное всем. Ладно? Ну и удачи, а как без нее? Давайте, я вас обнимаю. Пока, пока, мои дорогие.